Высотка на проспекте Ленина, которая строилась как офисное помещение для компании «Газпромпереработка», перейдет на баланс администрации Сургута. Переговоры об этом проведены, идет процесс переуступки актива. Ожидается, что он будет завершен в этом году. Мэрии крупнейшего города Югры сделка не стоила ни рубля, сообщил заместитель главы муниципалитета Алексей Жердев. Он отметил, что пока невозможно посчитать, во сколько обойдется содержание такого актива. Более того, чтобы ввести его в эксплуатацию, потребуется потратиться на косметический ремонт. Бизнес-центр не успели достроить, напомню, поскольку штаб-квартира компаний сменила сургутскую прописку на питерскую. Руководство дочки Большого «Газпрома» неоднократно выставляло объект на продажу. Однако желающих потратить несколько сотен миллионов рублей на здание так и не нашлось. Здание «Газпрома» — это одно назначение. Все это будет зависеть от цели и назначения здания. То есть может цена в разы различаться. Я был там, значит, здание в хорошем состоянии, в принципе, оно полностью закончено внешне, там все сети заведены. Требуется финишная отделка и мебель. То есть это, да, это не гигантские затраты по сравнению с тем, чтобы построить такое здание с нуля. Алексей Жердзев отметил, что в Сургуте есть серьезная потребность в площадях для разных городских и окружных структур. При этом речь идет не столько о чиновниках, сколько о подразделениях мэрии. Уже несколько лет, например, обсуждается возможный переезд муниципальной единой дежурно-диспетчерской службы. Зам главы города подчеркнул, что окончательное решение о назначении здания власти Сургута примут совместно с окружным правительством. И только после того, как объект будет передан в собственность муниципалитета. Сейчас администрация, в принципе, не нуждается в дополнительных площадях, вот, поэтому этот вопрос, я думаю, преждевременный. Но у нас огромное потребность в других площадях, вы тоже знаете, да, что у нас куча различных есть идей и про док-образование, да, и про высшее образование в Сургуте, значит, и про медицину. И у нас, вы знаете, вплоть до силовых структур, да, у нас значительное количество, значит, находится в непоспособленном помещении. Поэтому еще раз хочу сказать, вопрос все-таки стоит не сегодня, значит, он будет решаться вместо сопровождения.